МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто из нас не видел рисунков на фасадах и стенах домов? Иногда это замысловатые записи, иногда не очень, а порой целые картины. Все это мы называем граффити. Само граффити появилось в современном виде в 20 веке. В 60-е годы в Нью-Йорке подросток по имени Диметриус начал рисовать свой творческий псевдоним и номер улицы, где живет, на стенах домов и на станциях метро. Однако история рисунков на стенах насчитывает гораздо больше лет. Первые найденные рисунки в пещерах насчитывают 30-40 тысяч лет. Для пещерных людей рисунки наделялись магическими свойствами. Но сегодня граффити приобретает совсем другое значение. Для многих граффити сегодня стало синонимом слова вандализм. Однако многие художники и даже искусствоведы считают, что граффити — это полноценная часть современного искусства. Если раньше подросток, который увлекался рисованием на стенах, считался неблагополучным, то сегодня на поверку это оказываются творческие развитые люди. Что толкает молодых людей? Брать в руки баллончики с краской и рисовать на стенах? Можно ли считать их творения произведениями искусства? Тема нашей сегодняшней передачи — граффити. Искусство или вандализм? Так кто же такие райтеры и как относиться к их произведениям? Разобраться в этом нам помогут наши эксперты. Заведующий кафедрой психологии Тверского филиала МГИ Татьяна Алексеевна Попкова и член Союза художников Константин Ефимович Федоров. Известно, что сам Пабло Пикассо отмечал ценность граффити и говорил о нем как о предельном лаконизме. А еще один художник Терренс Линдл, американец, считает граффити отдушиной для молодых людей и говорит, что рисовать на стенах — это, в принципе, естественно. Первый вопрос у меня к вам, Татьяна Алексеевна. Среди всех способов самовыражения, которых сейчас просто не счесть, все равно по-прежнему молодые люди часто выбирают именно рисование на стенах. На ваш взгляд, почему так случается? Что вообще это значит для молодой души? Всплеск эмоций, какой-то протест, заявление о себе? Рассматривая граффити как способ самовыражения, прежде всего необходимо ответить на вопрос, что толкает человека на именно такой способ? Потому что, действительно, вы правы в том, что способов заявить о себе, презентовать себя миру очень много. И мы сейчас живем в таком продвинутом цивилизованном пространстве, где действительно одна только ленивая не может найти способ представить свое «я» миру. По поводу именно граффити, презентации себя через рисунок, через такой своеобразный широкий жест души, руки, и здесь, наверное, ответов может быть очень много. И граффити, на самом деле, да, тоже, может быть, рассматриваются разные по форме. Есть, действительно, как вы правильно сказали, это искусство, это широкие картины и очень талантливые произведения. Но есть граффити, которые носят вандальный характер и противоправный характер. Да, но в целом, граффити — это такое искусство, очень на широкую аудиторию рассчитанное. Есть ли какие-то причины, которые толкают людей вот так вот демонстративно показывать свои возможности? Причина возрастная, психологическая. То есть, если мы берем именно подростковый возраст и юношеский возраст... Может быть, есть какой-то типичный портрет такого молодого человека? Наверное, нет, потому что исследований в области, исследований по проблемам, выявлением мотивов граффистов очень мало. То есть, наука, наверное, не готова экспериментально ответить на вопрос, почему именно так происходит. На уровне теории можно предположить о том, что действительно молодым людям хочется в этом возрасте, это подростковый, юношеский, заявить о себе, заявить всему миру, сказать «это я, это мое пространство, это мой мир». Это, наверное, типично возрастное желание каждого в этом возрасте. Просто каждый делает это по-своему. Кто-то через граффити, кто-то через спорт, кто-то через музыку, кто-то через, не знаю, какие-то творческие проекты, кто-то через девиация. То есть, это тоже попытка уйти из жизни, это тоже протест, это тоже выкрик души. То есть, вот все-таки есть такие черты, которые точечно все-таки могут нам показать человека, который действительно увлекается граффити, который готов к этому. Главным, наверное, мотивом – это попытка заветить о себе, да, это желание самоутвердиться на широком пространстве, на публике. А что думают об этом люди искусства? Константин Ефимович, на ваш взгляд, в таком творчестве действительно больше стремление заявить о себе, показать себя, или все-таки важна и художественная составляющая того, что это изобразительное искусство, грубо говоря? В первую очередь, это желание заявить о себе. Но если у человека есть талант к рисованию, то, конечно, он тут же понимает, что то, что он делает, имеет некую художественную ценность. То есть тот, кто рисовал и у него начинал получаться, и он сам это понимает, что у него получается, он уже остановиться не может. Ну да, есть такие примеры, когда человек не может остановиться, и его работа на самом деле имеет какую-то ценность. Скандально известный английский художник Бэнкси, его работы многие просто вырезают со стен, не то, что замазывают, а вырезают, а потом продают на аукционах, считают это большой ценностью. А в те случаи, когда его работы замазывают, считаются, наоборот, вандализмом. Как думаете, можно ли расценивать такие яркие работы, как произведения искусства? Или все-таки это просто отдельная часть какой-то субкультуры? На мой взгляд, в нашем обществе, может быть, и на Западе, не сформирована просто культура восприятия этого вида творчества. То есть как к этому относиться? Я думаю, это берется как раз из основы этого творчества. И действительно, это изначально было не очень, наверное, не самое позитивное впечатление у людей. Разрисованные станции метро, остановки, фасады домов. Начало было именно таким. Мы пришли как раз к тому выводу, что нужно разделять тех, кто просто хулиганит и так хочет заявить о себе, а тех, кто хочет тоже заявить о себе, но другими способами, более изящными и красивыми. Есть такой русский фильм, граффити, где главный герой, райтер, на самом деле является дипломником художественного вуза. И для него это действительно отдушено, нарисовать где-то что-то в метро. Ну что же, о том, насколько ценны работы райтеров для них самих, мы узнаем прямо сейчас от наших героев. Это люди, работы которых видели многие тверичане. Встречайте, у нас в гостях сегодня художники Виктор и Никита. Считается, что первые рисунки граффити появились в России в 80-е годы. Расцветом исследователи называют 90-е. Но не теряет это искусство своей актуальности и сегодня. Виктор, вопрос. Когда вы начали заниматься этим? Наверное, так и есть в 90-е. В 97-е примерно. А каким был первые? Ну, это первые-первые попытки, это ужасное что-то такое. А что они себе представляли? Что это было? Ну, какие-то полускопированные чужие буквы, какие-то персонажи, может быть, тоже так же глупо нарисованы. То есть, наверное, это был просто интерес, да, к чему-то новому? Ну, конечно, это все было как хип-хоп, граффити, музыка, танцы, ну, все вместе пришло. А со временем как-то изменилось что-то? Это теперь переросло во что-то большее все-таки, как основное, чем я в жизни занимаюсь — рисунки, стены, холсты. Рисунок — это просто сначала рождается замысел или просто спонтанно иногда можешь что-то ударить в голову, и ты захочешь это нарисовать? Я рисую то, что просто мне под настроение, под какие-то периоды жизни, ну, подходит. Это либо глупый плюшевый мишка какой-то в депрессии, или наоборот, он очень радостный. Все зависит от того, что происходит на самом деле в жизни. Ну, это как просто выражение себя. Хочется же оставить какой-то след, и чтобы кого-то улыбнуло, например. Кто-то прошел, увидел рисуночек. О, те же девочки сфотографировались, уже приятно. То есть оставляешь для кого-то что-то такое ценное, приятное. Может быть, Никита нам подробнее расскажет о стилях граффити, которые существуют? Стили очень много разных. В большинстве случаев то, что мы видим, это вандализм, так как нет у нас легальных стен. То есть все, что мы видим на улице — это все вандализм полнейший. Поэтому стиль не развивается никак. Все стоит на одном месте практически. Либо развивается вдалеке от наших глаз, где-то на стройках, где-то на заброшенных зданиях. То есть именно эти места стали таким ареалом обитания для райтеров? Не то, что ареал обитания. Это место, где ты можешь прийти, потратив 3 тысячи на траску, потратив свои 4 часа времени, сделать что-то, что тебе понравится, сфоткать где-то и сидеть, смотреть и улыбаться. То, что ты добился чего-то, ну, ты сделал что-то новое, тебе это нравится. А делать на улице, и ты потратишь кучу денег, времени, но тебя заставят перетрашивать, тебя поймает милиция, статья и все остальное. То есть, ну... То есть со всеми этими проблемами ты хочешь сталкиваться? Все не развивается, потому что негде этому развивать абсолютно. Но все же в Твери все равно, я думаю, постоянно появляются какие-то новые рисунки. Насколько вообще движение граффити развито в нашем городе? Ну, в последнее время все очень плохо развивается. Сейчас стало намного меньше художников, стало больше вандализма. Потому что нет примеров, с чего им вдохновляться и на кого равняться. Нет таких примеров. У нас, ну, есть метод кнутопреник, у нас только вот кнута. То есть, как уничтожить граффити, это ввести более строгие законы. У нас не делают легальных стен. Мы пытаемся проводить какие-то мероприятия, фестивали, но все проходит, все это очень тяжко, сложно. Рисуем в детских домах, но это тоже как бы все очень редко и очень мало. То есть, люди не развиваются, потому что иметь развиваться. Здесь чья роль, кстати, самая главная? Самих художников или тех, кто должен им помочь как-то развить свое творчество? Это все делается вместе, должно это, ну, как бы не одностороннее, а совместно. Может быть, нет просто инициативы? Да нет, на самом деле, кстати, если есть желание, например, можно найти место, где рисовать. То есть, ну, как, бывает, если не хочется, например, ночью, правильно, там, или, опять же, проблем каких-то с правоохранительными органами. Идешь, ищешь место подходящее, спрашиваешься, ну, пытаешься достучаться до какого-то человека, который имеет отношение к этой стене или к этому дому и так далее. И спрашиваешь непосредственно, вы не против, если вот мы... Ну, и как в основном все реагируют? Ну, как, 50 на 50. Кто-то совсем не хочет разговаривать. Иногда говорят, ой, да-да-да, то есть, плохая стена была, мы нарисуем рисуночек, они радуются, вынесут нам чаю. Я знаю, что в Америке 80-е широкую борьбу вели с райтерами, и вплоть до того, что их там вычисляли по почерку. Ну, это и сейчас есть такое. Да, и сейчас прям даже у нас есть такое? Ну, у нас какие-то обыски там, что-то, и свидания. Хорошо, ну, вот мы сейчас поговорили о том, что есть какие-то запреты, есть трудности, что негде рисовать, а когда рисуешь, где придется, получаешь проблемы. Есть ли какой-то внутренний кодекс у самих райтеров, чтобы их творение не назвали вандализмом? Где можно рисовать, а где нельзя? Ни в коем случае на памятниках нельзя, это как бы известно всем художникам, никто старается этого не делать. Естественно, бывает то, что совсем маленькие, юные там ребятки, взявшие фломастер, взяли на памятниках, но это возбраняются всячески. Исторические издания никто не трогает никогда. Ну, это просто элементарно-человеческое отношение, да. Кто будет рисовать на памятнике, как бы, это же уже как произведение искусства грубого. Ну, вот, а все-таки, да, о домах сейчас заговорили, о тех, кто действительно рисует на домах, что можно сказать вообще, что это за люди? Они ведь тоже наверняка не просто так выходят с баллоном и рисуют, они тоже, наверное, считают это для себя чем-то важным. Желание рисовать есть, а рисовать негде, вот, это единственное. Ну, может быть, еще нет, это все равно, конечно, у подростков же есть как это, это я все время называют максимализм, да, или как это подростковый. Ну, да, может быть, это верно. Если, правда, взять, выйти и потом показать, да, вот я пошел там, написал там корявым почерком свое имя и так далее. Ну, так или иначе все начинают не сразу там, да, великими художниками. Может быть, кто-то из них потом и станет очень здорово рисовать. Ну, что касается таких, такой части райтеров мы выяснили, а более, ребята, у которых действительно есть творческие большие возможности, которые негде реализовать. Им вообще это нужно, чтобы это видели другие. Если выделили просто специальные места, они будут находиться наверняка где-то недалеко от центра города, который не увидит никто. А ведь сама суть граффити, это какая демонстративность, я считаю. У нас есть такой скит-парк, Парк Победы, там можно поставить стенку и проходимое место на ней можно сделать там каждый день художником, тренироваться всячески там, да. Но у нас никто этого не занимается, никто этого не делает. Мы делали на силикатке большой дом. Желание есть, там кто может помогает нам, там находят нам стены, дома какие-то, но в большинстве все равно это стопорится очень сильно. Ясно. Ну, получается, на две категории можно разделить всех райтеров так называемых, тверских, те, кто действительно хочет себя проявить, но зачастую не находит для этого достойной площадки, не то чтобы достойной, а просто разрешенной площадки, и те, кто на все эти запреты не обращает внимания и рисует свои там корявые теги какие-нибудь, где попало. Вспоминается здесь высказывание австрийской писательницы Марии фон Эбнер Эшенбаха. Она говорила, что мнение художников о нас зачастую совпадает с нашим мнением об их произведениях. И чаще всего увлечение граффити — это стезя молодых людей, совсем молодых, которые начинают вот именно так, как вандалы. Но с возрастом тоже очень много таких молодых людей уже, которые постарше, там, например, даже до 25 лет. Вот мы видим, что у нас все-таки не совсем тинейджеры сейчас сидят, которые тоже увлекаются искусством этим. Как говорят данные исследований, молодые люди, которые стремятся показать себя на улицах таким способом, склонны к агрессивности. Это так? Ну, вы знаете, да, вот по поводу высказываний, которые вы зачитали, я бы, честно говоря, не хотела бы ассоциироваться лично с некоторыми символами, которые рисуют, не знаю, там, да, начинающие, там, молодые, неопытные. То есть часто они просто вообще непонятные для обычных человек. И тот символ, который, что я вижу на стене, да, то есть я не хочу, чтобы это как-то относилось к моей личности, что художник видит вот через тактность. Я думаю, вряд ли кто-то хочет. Нет, я, мне кажется, видела ваши работы некоторые, мишки, вот вы сказали про мишек, и я с удовольствием вас ассоциировала с теми мишками, которые, да, рисуют данные художники. Да, как бы вы приобретаете популярность в нашем городе, я знаю. Класс. В ВКонтакте, да, я видела работы, которые, если я не ошибусь, это были даже заказы где-то вот, ну, в квартирах разрисованные стены, да? Да, квартиры рисуют. Да, поэтому это действительно классно. Действительно, как раз вопрос качества. Это вопрос качества, вопрос эстетики, вопрос подачи, да, и действительно мотив, чтобы улыбнуло, да, как сказал Виктор. Ну да, да. Не чтобы напугало, не чтобы меня увидели в городе и запомнили, что вот эта вот корючка моя, а чтобы улыбнуло. Мотив Виктора позитивный. По поводу агрессии, да, о которой вы говорите. Действительно, один из способов выхода агрессии и психокоррекции агрессии является рисование. Часто детям, да, или людям подросткового возраста, и людям взрослым, испытывающим агрессивность, накопленную какую-то негативную эмоцию. Психологи предлагают в качестве коррекционного метода рисование по принципу, да, выхода вот этого негативного какого-то внутреннего состояния наружу. Поэтому в этом случае, если мы говорим о том, что вандализм и те, как это, отпечатки, да, агрессивные, которые мы видим, наверное, этих людей необходимо не то, что корректировать, а показывать другой способ выхода агрессии. Может быть, это будет не рисунок, да, или рисунок, но не оскорбляющий еще общественность, да, какие-то общественные места, памятник архитектуры, о которых сегодня говорилось. Поэтому, возможно, это как у кого-то выход агрессивный, и тогда с этим человеком, да, необходимо искать ресурс его выхода другим путем этой агрессии. А их очень много этих путей, выхода агрессии. Хорошо, если говорить о других немного работах, которые не только для того, чтобы улыбнуло, вот взять того же самого Бэнкси, о котором мы говорили в начале передачи, многие его работы посвящены острым социальным и политическим темам, и это уже не просто какое-то развлечение, а, наверное, способ сказать, действительно сказать всем, кто увидит работы, о том, что думает художник. Вот это как средство социальной коммуникации можно рассматривать, и насколько это может быть важно? Как средство социальной коммуникации возможно, как средство общения автора с публикой возможно, но нужно понимать, что все-таки истинная коммуникация, истинная, да, коммуникация — это диалог. Это, если вы хотите заявить, да, не знаю, решить проблему, как решают наши райдеры, да, то есть они пытаются договориться, пытаются договориться о стене, которую можно раскрасить, пытаются договориться с общественными организациями, которыми, да, предоставят им стену, то есть это прямой диалог. Диалог, рисунок и заявка, да, там, социальной проблематики, какой-то, не знаю, там, да, национальной проблематики и так далее, все-таки это молчаливый протест, да, или молчаливая указка на то, что вот посмотрите, и я вам напоминаю, а где диалог? Кроме как раздражение власти, получается, да, этот художник ничего людям, ну, как бы, да, не провоцирует. То есть для меня диалог, как для психолога, это, да, это тет-а-тет, это взгляд, это эмоции, которые я вижу у вас, да, и которые вы видите у меня, это попытка тут же выяснить, прояснить точки зрения, а не заявить эту проблему, а дальше вы все думаете, как это будет. Я допускаю это как форма призыва, как форма, да, локализации, какой-то концентрации точки зрения. Посмотрите, это у нас плохо или это беда. Как красная кнопка. Красная кнопка. А дальше, то есть или это непроработанный пути, непроработанный метод работы с, да, с этим призывом. Поэтому здесь нужно, конечно, да, работать всем, не только ему одному, как протест. Ну, в любом случае, получается, что не отнять вот этой стороны, которая кому-то что-то показывает и заявляет в граффити, пусть не всегда эти сообщения доходят в той форме, которую хотелось бы видеть. Это как форма включения внимания. Кто-то выйдет с плакатом, да, и напишет о том, что, не знаю, там, да, давайте избавимся от нищеты, а кто-то нищету нарисует. Поэтому это как форма получается привлечения внимания. Спасибо. Ну, зарождалось само граффити как часть движения хип-хоп. Но сегодня это уже действительно самостоятельное искусство, по мнению многих. Как вы думаете, можно ли вообще действительно в полном смысле слова назвать это отдельным течением современного искусства? И есть ли, возможно, какие-то у него перспективы развития? Как и у любого течения. Бывают спады, падения. Что ждет граффити? Я думаю, что как художественное явление, конечно, назвать это можно. И как отдельное явление тоже можно назвать. Но насчет развития, как любое развивающееся дело, в том числе и искусство, для того, чтобы оно развивалось, нужны ученики, учителя, последователи, какие-то школы. Тогда будет какое-то развитие. Если этого нет, то это как бы прыжок на одну высоту. Это все есть, но не в Твери. Это есть в Москве, в Питере и других городах, но у нас такого пока на данный момент нет. Да, для того, чтобы это было как объявление... Ну, как в России смотреть, то Россия развивается очень сильнее. Многие европейцы смотрят на Россию, как на нейтрах художников. У нас много достойных художников, которые выступают на фестивалях в Европе всячески, побеждают. Но мы пока вот верим, мы отстаем от этого всего. В остальном все это развивается полностью. Ну, если это будет развиваться, то, конечно, это как искусство будет существовать. Не может этого не быть. Если это не вандализм, если это движение в сторону такого художественного языка, то, конечно, развитие будет рано или поздно. Ну, несмотря на все трудности, все-таки фестивали время от времени в Твери проходят. Давайте сейчас посмотрим на мониторы. Есть несколько кадров с фестиваля, который проходил при участии, кстати, нашего телеканала в 2011 году. Я знаю, что Никиты, вы точно были одним из главных участников этого фестиваля. Но вот что стало с работами, которые на месте фестивальных работ сейчас находятся. Зрелище довольно печальное. Что делать с такими работами, с таким упадком? Это действительно искусство? Я думаю, что здесь, если когда-то что-то и было в самом начале, то потом, если молнили начать подрисовывать усы, глаза другие, рисовать бороду, то вопрос, что это такое. Так и здесь то же самое. Это не граффити. Ну как, это для вас не граффити, а человек идет по улице, и видит разрисованные стены. Для простого обывателя, мне кажется, для него все одно. Допустим, эта стена, мы сейчас видели, у автовокзала есть. Она сейчас доступна для того, чтобы на ней рисовать или нет? Она нелегальная. По закону она нелегальная. Там принимали ребят, пока они рисовали. Но гоняют там не часто. Ну, редко очень. Поэтому кто хочет, тот рисует. Ясно. Ну, конечно, фестивали, о которых мы так тоскуем, говорим, что их практически нет, что их недостаточно, проводятся как раз с целью направить энергию райтеров, молодых людей, которые как-то хотят себя проявить в хорошее такое мирное положительное русло. Но часто граффити становится проблемой, когда как раз нет какой-то площадки для выражения, для городских властей. Многие решают эту проблему по-разному. В Америке, как мы уже говорили, была создана организация против граффити. И есть случай, первый зарегистрированный случай, когда Дэниел Монтана, который оставил свои теги на 200 зданиях или даже больше, получил реальное наказание. Два с половиной года лишения свободы. Хотелось бы спросить, Константин Ефимович, на ваш взгляд, как человека искусства, это оправданы такие карательные меры? Или все-таки действительно ключ к решению проблемы это проведение фестивалей, каких-то более таких положительных мероприятий? Ну, конечно. Любая карательная мера, она обрубает руки. Если это художник настоящий, он все равно не остановится. Только будет обижен и все. Конечно, лучше помогать, чем мешать. А давайте спросим у наших зрителей сегодня, что они думают по этому поводу. Считать ли граффити искусством и как быть людям, которым негде рисовать? Здравствуйте, меня зовут Никита. И хотелось бы в поддержку молодых людей, которые сейчас высказывались о медленном продвижении современного этого искусства, сказать о том, что в Перми в 2010 году было открыто специальное место. Было открыто специальное место. Это была площадка с поставленными новыми стенами, где проводились регулярные конкурсы, регулярные обновления рисунков. Если здание не ремонтировали, не был произведен капитальный ремонт больше скольки-то лет, я могу ошибиться, я не помню, больше скольки-то лет не был произведен капитальный ремонт, там люди имели право рисовать. Но только по заранее одобренным эскизам у администрации города. Эскиз был одобрен, пожалуйста, рисуйте, на здоровье выделена была определенная площадь. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Роман. По дороге в студию я насчитал около десятка граффити. Их не назовешь искусством, в основном это невзрачные теги. Вот вам, проезжая мимо, было приятно смотреть на них? Интересно? Было интересно. Я стал замечать, потому что тема передачи так-то в будничной жизни не особенно замечаешь, но иногда случается. Я вот что хотел сказать. Мне кажется, что бороться с граффити бессмысленно, поскольку это общественная сигнализация, это индикатор проблем, и скорее нужно заниматься социальными вопросами, поднимать образование, потому что интеллигент не станет писать что-то неприличное на заборе. Это ведь тоже граффити или царапать, а он скорее художник, будет рисовать какие-то шедевры, образные вещи. Но тем не менее, все равно итог получается один. Когда нет места, где можно рисовать, получается, что и обычный хулиган рисует там же, и ребята, которые хотят нарисовать какую-то картину, что-то значащую для них, тоже рисуют там, где придется. Ну, что касается площадки, я согласен. Нужно как-то добиваться. Я бы хотела вопрос задать вам. Скажите, я так понимаю, что вы художник, и вы рисуете, и вы принадлежите к тем людям, что как называют, творческих людей. То есть вдохновение, значит, иногда приходит, иногда уходит. Скажите, когда вдохновение приходит, вы рисуете. А когда вот оно приходит, и вы не можете рисовать, потому что, ну, так как есть запреты, как вы уходите с положения? Не, я же всегда теперь могу рисовать. Я даже теперь не работаю, только рисую. Дома всегда же есть холст, у друзей всегда есть дома стены. На одежде можно рисовать, можно вообще в компьютере рисовать через планшет. Хоть татуировкой занимайся. Ну, как бы рисовать есть всегда возможность. Просто стена — это как самое привлекательное. Константин Ефимович, хотелось бы еще раз обратиться к вам. Все-таки, на ваш взгляд, это действительно такая большая проблема. Граффити — это искусство или вандализм? И как объяснить тем, кто считает, что это только плохо, или тем, кто вот считает, что это хорошо, но не может найти каких-то путей выхода? Ну, вот сейчас, мы даже разговариваем, мы видим, что это явление неоднозначное. У него несколько... Совершенно неоднозначное. Несколько таких параллельных, я бы даже сказал, каких-то движений. Есть чистый вандализм, есть желание как-то показать, что я есть, есть желание как-то застолбить какую-то стену, одни рисуют на следующий день на этой же надписи и следующей надпись. Надписи перекрывают друг друга, и в этом уже какое-то, получается, явление само по себе. Красивые, некрасивые, тем не менее, это вот факт нашей жизни. Есть явление такого художественного рисования на стенах. Но оно сопряжено, как мы сейчас слышим, с желанием художников оставаться все-таки свободными в своем стремлении к творчеству. Вот это можно как-то примирить все-таки, уравновесить одно и другое? Я думаю, что вопрос такой серьезный. С одной стороны, нужны какие-то площадки, ни одна, ни две, ни три, для того, чтобы было куда, где это рисовать. С другой стороны, необходима какая-то поддержка или хотя бы хоть какое-то обращение в эту сторону администрации какой-то, ну, городских властей, для того, чтобы они хоть как-то видели, что это действительно серьезное явление. Не надо отмахиваться. А какими путями должны убедить сами художники городских властей, что это действительно им нужно? Я думаю, что они вообще это не должны делать. То, что они рисуют, все и так это видят. Что хорошо нарисовано, а что плохо нарисовано. Художник — это не тот человек, который должен еще и доказывать то, что он нарисовал это хорошо. Если он нарисовал это хорошо, это и так видно если он не умеет рисовать это тоже видно я думаю что работ и что-то что-то важное для многих вот для жителей города например себе или это просто просто картинка кажется это тоже такой не совсем корректный вопрос что наш должны внести это художника он не может так на этот вопрос даже ответить не может он просто рисует потому что он рисует ему хочется рисовать он хочет чтобы от него отстали и он начинает рисовать если он это плохо делает или не на том месте он это делает конечно это плохо с точки зрения такой вопрос если он рисует там где можно рисовать то это конечно уже искусство будет если он рисует красиво и там где ему разрешили или там где-то можно было нарисовать где-то никому не помешает почему бы нет спасибо татьяна алексеевна и ваш вердик все-таки нужно ли молодых людей оставить оставлять в покое разрешать им рисовать либо нужно как-то все равно пытаться скорректировать это стремление раскрашивать стены конечно и нужно рисовать конечно да нужно самовыражение ну там если это все-таки носит характер общественные да на мой взгляд это не должно не знаю наводить страх потому что это могут видеть дети как-то оскорблять какие-то чувства национальные этнические религиозные то есть должна быть какая-то все равно общественная цензура потому что все равно это общественное место да это в плане вот до какого-то порыва творчества и самовыражения и здесь мне кажется что вот для самих ребят было бы очень правильным я не знаю может быть опять сейчас вот какие-то навязанные мной какие-то до предложения вот да объединяться в более широким кругом не просто до два инициативных молодых человек которые хотят донести до общественно до общественности города о том что это классно но это какая-то может быть до цивилизованную форму в плане общественной организации до которой также с вашей стороны на мой взгляд вы должны и в своей среде бороться с теми кто подрывает вашу авторитетику художников с теми кто рисует на памяти архитектуры в центре города да и не только с теми кто насколько вот я знаю в свое время знаете тоже сталкивалась работы с графистами да то есть я спрашиваю молодого человека что заставляет рисовать на нашем мосту да через который мы все ходим у нас да и он объясняет я должен был пометить территорию для меня туда пометка территории до ассоциироваться какой-то очень низким мотивом это не было это не было произведением искусства это была какая-то закорюка которая для других группировок графистов дает понять что здесь мы были здесь мы заняли территорию здесь был вася здесь был вася да это те эта территория наша наша ну какой-то микро группировку внутри которой поэтому да вот я существую поэтому на мой взгляд общественная организация дали не знаю какой-то не знаю там центр не как угодно это можно назвать ваш собственный до творческих молодых людей классных продуктивных до жизнелюбов должны бороться за то чтобы в свою среду тоже сделать чище чтобы этим людям понять о том что на вас люди не будут обращать внимание мы да мы можем нести добро позитив свет да красоту ну вот потому что мы всегда будем сталкиваться противоречиям о том что люди воспринимают граффити по закорючкам потому что их больше в городе чем работ которые делают ребята и тогда мы всегда будем сталкиваться с негативом восприятия этого вида искусства и всегда будем спорить что это вандализм или или искусство спасибо ну что ж сегодня мы услышали много неоднозначных точек зрения и вновь и вновь мы приходили к разным итогам нашего разговора на тему того что же граффити вандализм или все же искусство сейчас мы выясним мнение нашей аудитории насчет того что считать граффити вандализмом или все же искусством кто Кто считает, что это действительно направление современного искусства, которое нужно развивать и всячески поддерживать? Спасибо. Единогласно все ребята оказывают вам поддержку. И, наверное, остается действительно пожелать удачи, и чтобы граффити стало для всех, кто его видит, в том смысле слова, что и вы понимаете его, что это искусство. Сегодня мы снимали печать о недосказанности, такого явления, как граффити. И после долгих разговоров пришли к выводу, что нет однозначного ответа. Искусство это или вандализм, наверное, это на стыке двух проявлений – демонстративности и стремления к искусству. Но не стоит забывать, что всякое искусство творят люди. Вспомните слова Дени Дидро, который говорил, что каждое произведение искусства должно нести с собой какое-то великое правило жизни и чему-то поучать нас. И здесь остается надеяться только на самих художников, райтеров. И чему научит нас граффити, о чем оно нам расскажет, будет зависеть уже от самих художников, райтеров. Как мы выяснили сегодня, все наши зрители с этим согласны. Вы смотрели ток-шоу «За семью печатями». С вами была Кристина Пугачева. С вами была Кристина Пугачева.